Этот приют был больше похож на концлагерь или бизнес на костях. В прошлом году мы рассказывали о частном интернате в Рубцовске, в котором, по словам местных жителей, стариков морили голодом, не оказывали им медицинскую помощь. Стоит ли говорить о том, что пенсионеров даже не мыли? Как утверждают рудсовщане, которые жили по соседству с приютом, каждую неделю в интернат приезжал Катафалк. В один день общественникам удалось попасть в приют вместе с прокурорской проверкой. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадьюн. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить, у них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, пол морозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион – вода, соль, крупа. Больше ничего. Это крики, они такие вот, вроде о помощи просят. Вот, ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Вы видели когда-нибудь, чтобы старики гуляли? Нет, не видела. И Катафалки приезжали, и милиция приезжала. Ну, думаю, если милиция приезжала, значит все нормально. Прокурорская проверка выявила множество нарушений. Организаторов приюта, а их было трое, заключили под стражу. Женщинам грозили реальные сроки. Но в Рубцовском городском суде работников интерната оправдали за отсутствие в их действиях состава преступления, что, мягко говоря, удивило местных жителей. Тогда на частный интернат обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. И общественников, естественно, оправдательный приговор не устроил. Состоялся Краевой суд, который принял решение отправить на повторное рассмотрение этого дела при другом составе суда и вот именно с момента судебного разбирательства. Мне непонятно, почему прокуратура Краевая вышла с инициативой отправить это дело на доследование. Вроде бы, ну как, дело, которое все вот на ладони и оно затягивается в течение полутора лет, вообще рубцовчанам непонятно. Добавим, что сейчас пенсионеры, которые выжили в этих нечеловеческих условиях, находятся в Рубцовском специальном доме-интернате. Когда начались разбирательства, их срочно перевезли в этот интернат. По сравнению с частным приютом, условия там курортные. Общественники переживают, что не смогут добиться справедливости. Они настаивают на том, что их цель не посадить руководителя приюта и ее соратниц, а запретить женщинам в дальнейшем заниматься этой деятельностью. К этой теме мы обязательно вернемся.